Ситуация заключается просто в следующем. Как убрать психологический фактор? Я не буду рассказывать километра, ненужная информация. Ставьте себе риск-менеджмент. В Герчикин Хо реализован риск-менеджмент, я его покажу. Я тебя не видел сколько? Лет 5, наверное, да? Нет, за девушкой 7. 4. Практически, бывают провалы в памяти. На годы могу ошибиться. И дело в том, что… Как уйти? Психологический фактор. Я был хозяином компании, сижу, по-простому теряю. Поза идет против меня, рука дрожит. Даже такого суперсильного человека, как и я, бывший профессиональный спортсмен. Что сделать не могу? Мне звонит риск-менеджмент и говорит там «Али, с тобой все в порядке?». Я говорю «Так, все». И позу все-таки я закрыл. Но поза мне стоила поломанной руки. И шесть месяцев я не мог всегда прийти. Вот те, кто это испытал, только тот человек поймет. Почему многие из вас говорят «Меня там никто не понимает». А кто может такое понять? Вы ходите на работу, где вы теряете деньги, тратите 90% своей жизни и непонятно, что из вас получится. Кому такое можно доказать? Жена, мама, люди приходят и говорят «Извини, чем ты занимаешься?» Кого папа говорит «Чего ты торгуешь там на базаре?» «Я тебя для чего учил? Для чего ты выучился?» «Мы там с мамой с тобой тебя холили или лелеяли?» «Ради чего?» Ответ на этот вопрос предельно прост. Все, естественно, рвутся только в одно – финансовая свобода и независимость. Вон человек приходил ко мне на семинар… Как ты сказал? Татур? Армадь, извиняюсь, не забыл. Вот человек ко мне приходил на семинар год назад, да? А в апреле? А в апреле? Пришел красавец был, вы не представляете. Реально. Серьезно. Занимался каждый день спортом, все его пахло. Все, сейчас он ударился в тренинг. Поправился, но, но. 50% положительных сделал. Молодец. То есть, вы поймите одну вещь – каждому из вас придется все равно чем-то жертвовать ради чего-то. Жизнь так устроена. За хорошее нужно платить и за плохое нужно платить. То есть, вы по-любому платить будете обязательно. Поэтому, как я сказал, как уйти от риск-менеджмента? Только один вариант – это поставить риск-менеджмент. Поверьте мне, 99% людей из вас слабые. Я тоже думал, что… Один раз, правда, со мной случилось, после этого я сказал, все, я никогда в жизни не выключу риск-менеджмент. Вот это большой брат. Вот где Рома у нас? Он у нас, Рома как раз есть, тоже недавно был на семинаре. То же самое, вот эти эмоции у него постоянные были. У него вот этот вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Я говорю, слушай, вот по-простому. Извиняюсь, конечно, у нас дети сегодня. Ну, дети знают. Дядя Саша ругается матом. Ну, постараюсь не ругаться. И я говорю, вот чего ты мучаешься? Да? Возьми просто поставь себе тупо риск-менеджмент. Цена вопроса 7000 рублей. Или держите, у нас бесплатный риск-менеджмент для клиентов. Я вам потом просто покажу, какие там параметры есть. Все, выставили себе, ничего не надо делать. Потеряли, встали, ушли. Что это уберет у вас? У вас это уберет по обыкновенной человеческий фактор. Убивает человека что? Простой человеческий фактор. Когда тебе там стоят перед твоим лицом и вот так вот тебе машут, у тебя сразу какая идея? Дай кому-то в жбанку. Так человек устроен. Когда ты сидишь и начинаешь терять деньги, то это уже идет против твоего плана. Вы же в плане не написано. Сегодня я потеряю деньги. Да? Сегодня я сделаю 10 убыточных сделок. У вас в плане нет. У вас в плане все хорошо. Я прописал сценарий, я сделаю то-то, то-то и у меня все будет шехолад. На самом деле, когда что-то идет не так, вас по-простому это сбивает с ног. У вас начинается обыкновенный дисбаланс. Вот у вас начинается обыкновенная проблема. Чтобы от этого уйти, нужно элементарно просто взять себе и включить риск-менеджмент в программу. А у вас, знаете, что получается? У нас есть, наверное, даже он смотрит, у нас есть ориентрейдер Евгений, живет в Екатеринбурге. Так вот, он рассказывал историю. Когда он начал торговать, он сам программист. Он написал себе программу риск-менеджмента. А потом, когда ему не нравилось, он написал другую программу, которая отключает программу риск-менеджмента. Это чистая правда. Это чистая правда. Он действительно говорит, Александр Михайлович, я как бы понимаю, что у меня включаются человеческие факторы и мне надо по слову с собой бороться. Ребят, честно скажу, я, в отличие от всех из вас, могу почему-то делать такие выводы, иногда очень жесткие. Потому что таких, как вы, у меня было больше 10 тысяч человек. Сильных людей, честно, вот за все время существования того, что я преподаю, сильных людей 20. Таких, что, блядь, корень. И то, скорее всего, просто для этого человека еще не наступил вот этот переломный момент. А оно все время случается что-то. Например, жизнь построена, кто-то умирает, с кем-то что-то случается, что-то происходит. Это нормальное явление у любого человека. Там, заболела, там, мать недавно заболела, там, выполнила. Или вы отцу делали операцию на сердце. Ты уже не становишься изменяемым человеком. Потому что у тебя в голове одно, там, когда у тебя папа или мама, или там, дети болеют. Ты на эмоциях. Как можно пробовать? Для этого просто ставится программка. Если программка тебя закрыла, значит программка знает, что делать. Это просто вот это счастье. Потому что, когда у тебя программки нет, ты просто сам с собой. Кто из себя может победить? Да никто. Кто из себя может получать. Кто из себя spy oleен, кто до сада. Социализирует. Допадает. Сегодня у тебя какая-то Matura.